Одной из отправных точек визита стало подписание программы мероприятий на 2014-2018 годы в рамках соглашения о сотрудничестве между Курганской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. Два субъекта связывают давние добрососедские отношения. По мнению главы за Урали Алексея Кокорина, эта встреча придаст новый импульс отношениям двух субъектов. Примеры инвестиционных проектов уже есть. В частности, речь идет о воспроизводстве молоди ценных пород рыб и выращивании зерна. Ямальские предприятия активно сейчас пытаются заходить, и некоторые уже зашли на обработку земель некоторых хозяйств Курганской области, но пока это выращивание зерна, чтобы вторичная переработка была первичной, вернее, это хотя бы мелькомбинаты, мельницы, все различные, чтобы добавленная стоимость все-таки оставалась на территории Курганской области. Товарооборот год от года увеличивается и в 2013 составил уже 5 миллиардов рублей. Почти половина из них приходится на долю курганских предприятий, формирующих потребности нефтегазового комплекса и выпускающих запорную арматуру. С учетом того, что мы кратно будем увеличивать количество боровых станков, значит, у нас очень большая программа с Роснефтью связана с разборкой шельфов арктических, и это уже начнется, я думаю, что в этом году. Это совершенно другие объемы, другие заказы. Поэтому очень хочется, чтобы все-таки курганские предприятия, они справились с этим объемом. В этом году на Ямале стартует строительство с северного широтного хода через Обь. Предприятия Курганской области примут участие в строительстве мостов в округе. Сельхоз товаропроизводители поедут на Ямал с ярмарками и выставками, чтобы показать свои достижения северянам. Подписанная программа мероприятий включает большой список направлений. Кроме товарооборота, это сотрудничество в молодежной сфере, социальной политике, спорте, детском отдыхе и многое другое. Дмитрий Кобылкин поделился, что ему импонирует выбранный вектор развития Курганской области, когда упор делается на развитие инфраструктуры, включающую газификацию, электрификацию сельских поселений и работу с тарифами. Светлана Гипифанова, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру.